Жители Ставрополя уже успели заметить, ларьков в самом центре стало меньше. Убрали киоски с мороженым и газетами на перекрестке улицы Советской и проспекта Октябрьской революции. Возле пятой школы тоже пусто. Снесли очень старый киоск, который простоял лет 20. Наиболее заметные изменения по улице Держинского напротив полиции. Убрали сразу пять торговых точек. В администрации Октябрьского района снос ларьков объяснили тем, что они якобы захламляют исторический центр города. Однако чиновники хозяевам ларьков помогать далеко не спешат. Для Татьяны Михайловны вынужденный переезд стал настоящим испытанием. Им дали три дня, чтобы собраться, предложили даже новое место на Нижнем рынке. А потом начались проблемы. Там переселенцам оказались официально не рады. Но и на этом злоключения киоска не закончились, а люди сидят без работы. Я позвонила Октябрьской администрации и сказала так и так. Директор рынка настаивает срочно заключить договор. Мне сказали ничего страшного, договоримся, везите киоск. Заказали службу по перевозке. В общем-то это все деньги. Привезли. Шлагбаум на Нижнем рынке не открывают. Говорят, пока не будет договор, вы не поставите киоск. Вызвали директора. Директор сказал, что вы будете платить 10 тысяч. Чем вы хуже остальных. Хотя обещал до этого и льготы, и 750 рублей за квадратный метр. Что делать? Чиновники вроде бы и знают о том, что практически бросили людей на произвол судьбы. Рассказали, всех предупреждали и никто не остался обижен. За некоторые ларьки их хозяева не платили городу и снос их был делом времени. А другие просто представляли опасность для прохожих. Слишком ветхие. Реакция неоднозначная. Кто-то с пониманием относится, что на самом деле это историческая часть города. Это кусочек 18 века. Вообще уникальная часть. Я, честно говоря, во многих городах был. Но вот такого именно не встречал нигде. Это на самом деле уникальный заповедник остался. И портить даже самыми современными конструкциями, я считаю, что это просто кощунство даже. В администрации Ставрополя тоже согласны. В историческом центре не место большим железным и пластиковым коробкам. Они должны стоять на рынках. А скамейки и фонари, которые появятся вместо них, действительно украсят город. Алексей Форсиков, Александр Конырев, Информбюро.